Музыка Глава ФСБ России Александр Бортников подтвердил нейтрализацию деятельности Докумарова. Выступая на заседании возглавляемого им Национального антитеррористического комитета, Бортников сообщил, что в первом квартале 2014 года в результате проведенной оперативно-боевой операции была ликвидирована деятельность главаря террористической организации Умарова. Надо, конечно же, отметить, что информация о его уничтожении периодически всплывает в различных СМИ, включая и иностранные. Но ранее до этого российские спецслужбы никогда не подтверждали эту информацию. С именем Умарова связывают наиболее громкие теракты последнего времени, включая захват школы в Беслане в 2004 году, взрыв в столичном метро в 2010 году, а также теракт в аэропорту в Домодедово в 2011 году. Сразу же после этого теракта Докумаров в своем видеообращении в феврале 2011 года взял на себя ответственность за теракт в Домодедово. Лидер международной террористической организации «Имарат Кавказ» – один из главарей бан подполья на Северном Кавказе. В 2010 году власти Соединенных Штатов Америки включили Докумарова в перечень международных террористов.